Всем доброго дня! Это Гелиосар и Биология просто. Учебник биологии 10-11 класса за авторством Сухоруковой, Кумченко и Ивановой. Параграф 39. Макроэволюция. Законы и закономерности. Вспомните, закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Закон звучит достаточно просто. Сущность его в том, что виды и роды, генетически близкие, связанные друг с другом единством происхождения, характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости. Каковы прогрессивные черты строения покрытосеменных млекопитающих? У покрытосеменных особенность в том, что у них цветок и зависть, во-первых, присутствуют, и семи зачатки покрытосеменных развиваются во влажной камере завязи. Это предохраняет их от неблагоприятных воздействий среды, в первую очередь от высыхания, что очень важно в условиях жизни на суше. Из завязи образуется плод, внутри которого заключены семена. Расположение семян внутри плода определило и название отдела «покрытосеменные». Плоды также обеспечивают защиту семян и способствуют их распространению. В этом отношении млекопитающие похожи несколько на покрытосеменные, потому что у млекопитающих тоже, как правило, внутреннее оплодотворение, то есть плод будущего потомства развивается внутри одного из родителей, и при этом еще и само оплодотворение происходит внутри. Все это резко повышает шансы того самого оплодотворения и появления здорового потомства. Мало того, недаром называют млекопитающие, то есть питающие молоком. То есть какое-то время ребенок, родившись, питается молоком матери, получая от взрослой особи максимум всего необходимого, что только необходимо для быстрого развития. Это также существенно повышает выживаемость потомства. Развитие эволюционной теории способствовало становлению развития эволюционной морфологии, анатомии, эмбриологии и других биологических наук. В то же время биологические науки обогащали эволюционную теорию новыми фактами и положениями. В результате были установлены некоторые законы и закономерности эволюции. Надвидовая эволюция. Процесс эволюции, ведущий к формированию таксонов более высокого ранга, чем вид, называют макроэволюцией. Она протекает миллионы лет и потому недоступна непосредственному изучению. Процессов макроэволюции мы не видим, но можем наблюдать их результаты, разнообразие видов, представленные современными организмами или остатками животных ранее. Биогенетический закон. Еще до выхода в свет основного труда Чарльза Дарвина о происхождении видов, русский эмбриолог Карл Берр установил, что эмбрионы позвоночных животных имеют большое сходство между собой, чем взрослые формы. Удивительное сходство зародышей касается их внешней и внутренней организации. По мере развития сходство между зародышами ослабевает и начинают проявляться черты тех классов, которым они принадлежат. В закономерном сходстве ранних стадий эмбриогенеза Дарвин увидел важное доказательство эволюции. Он отметил наличие взаимосвязи между индивидуальным развитием организмов, онтогенезом, и их эволюционным развитием, филогенезом. Эта идея впоследствии подтвердилась исследованием немецких ученых Фрица Мюллера и Эрнста Геккеля, которые установили биогенетический закон. Каждая особь в индивидуальном развитии повторяет историю развития своего вида, или онтогенез есть краткое повторение филогенеза. Биогенетический закон позволяет устанавливать родственные связи между видами. Ну и вот на рисунке, собственно говоря, видна изрядная похожесть эмбрионов между собой. Эмбриологические исследования показали, что биогенетический закон справедлив только в общих чертах. Фактически нет ни одной эмбриональной стадии развития, в которой бы зародыш полностью повторял строение предков. Установлено также, что в онтогенезе повторяется строение не взрослых стадий предков, а эмбрионов. Так, у зародышей млекопитающих не образуется жаберный аппарат взрослых рыб. Происходит закладка жабр зародышевых рыб. Конвергенция. У организмов разных видов, не связанных близким родством, но обитающих в экосистемах сходного типа, могут возникать сходные приспособительные признаки. Это явление называют конвергенцией, от латинского convergo, схожость. Конвергентное сходство может затрагивать любую сторону биологии организмов. Поведение, способы питания, размножение, форму тела, передвижение. Признаки, возникшие в результате конвергенции, называют аналогичными. Они направлены на выполнение сходных функций, но не свидетельствуют о генетическом родстве. Противоположное явление, расхождение признаков организма, имеющих общего предка, обусловленное приспособлениями к обитанию в разных средствах, средах, называют дивергенцией. Параллелизм. Возникновение сходных приспособительных признаков, обусловленных сходными условиями существования, у относительно родственных видов называют параллелизмом. Явление параллельной эволюции широко распространено в природе. Особенности строения, возникающие в результате параллельной эволюции, носят название гомологичных. План строения гомологичных органов унаследован от общих предков. Наличие у организмов гомологичных органов свидетельствует о единстве их происхождения. Например, форма тела и конечности морских млекопитающих имеют общие черты строения. Закон необратимости эволюции. При исчезновении вида, повторение его отдельных признаков у организмов других видов невозможно. Однако повторение всего комплекса признаков вида невероятно. С позиций современной науки ясно. Каждый вид состоит из отличающихся друг от друга популяций. Генофонд каждой популяции обновляется в результате мутаций, и поэтому никогда не копирует генофонд предыдущих поколений. Генетически обновленная популяция вступает в другие отношения с условиями внешней среды, в результате естественного отбора, и они будут иными. Поэтому один и тот же вид не может возникнуть дважды. Вид – уникальный результат эволюции, его утрата невосполнима. Вопросы. В чем заключается сущность биогенетического закона? Сам по себе биогенетический закон звучит так, что каждая особь в индивидуальном развитии повторяет историю развития своего вида, или антогенез есть краткое повторение филогенеза. Но при всем при этом четко показано, что несмотря на то, что виды повторяют в своем развитии, так сказать, общее развитие своего вида, каждый особь повторяет, но при всем при этом это не значит, что каждая особь является копией своих родителей. Различия всегда будут постепенно присутствовать. Да, будут присутствовать общие признаки, но при всем при этом будут присутствовать и различия. Но будет все-таки общее какое-то повторение общих признаков, оно присутствовать будет. Чем обусловлена конвергенция? Конвергенция – это возникновение сходств в строении и функциях у относительно далеких по происхождению групп организмов в процессе эволюции, в случае, если они обитают в сходных условиях окружающей среды или просто обитают друг с другом где-то на одной территории. То есть, обитая, например, на острове, где-то в джунглях, на одном ярусе этих джунглей, ряд видов может вполне себе выработать очень похожие между собой сходства в строении и функциях своих организмов. Это вполне себе может присутствовать. О чем свидетельствует наличие гомологичных органов у организмов? Наличие этих органов свидетельствует о том, что все организмы, они в принципе происходят от каких-то определенных предков, которые смогли выжить после вымирания динозавров и постепенно эволюционировали в то, что мы имеем сейчас на планете Земля. То есть, на планете Земля было несколько эпох вымираний, когда вымирало огромное количество видов, ученые это уже доказали, и поэтому огромное количество живых существ на планете Земля имеют огромное количество схожих признаков в строении своих тел, в строении внутренних органов по той причине, что произошли от того небольшого количества общих предков, которые выжили после вымирания динозавров. В том числе, кстати, и человек имеет большое количество органов, внутренних органов, которые очень похожи по своим функциям и даже по своему определенному виду, по своему внешнему виду на те же органы у, например, животных, просто потому что человек возник на планете Земля.